МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Арман Тулегенович. Спасибо за приглашение. Нам очень приятно вас видеть. Изучая вашу биографию, я узнала, что у нас с вами оказывается очень много общего, в частности, учителя. У нас с вами один и тот же первый учитель, Исаак Яковлевич Дворкин. И еще у вас есть учитель по жизни, Гульнара Мустахимовна Иксанова. Практически в нескольких интервью вы упоминаете своих учителей. Во-первых, я представитель педагогической династии. У меня дедушка и бабушка были учителями и родители. Поэтому я привык с малых лет относиться с благоговеренными учителями. Учитель по жизни? То есть вы периодически созваниваетесь, советуетесь, консультируетесь? Я думаю, что последние лет 5, наверное, уже особой такой нужды нету советоваться. А так, конечно же, Исаак Яковлевич действительно человек, который научил меня, наверное, так же, как и вас, ремеслу. Потому что журналистика, если называть вещи своими именами, такое ремесло. И, к сожалению, конечно, не каждый может стать хорошим ремесленником. Вот сейчас из журналистов нашего покорения, да, кого могли бы назвать уже вашими учениками? Ну, я думаю, что это было бы нескромно. Ну, я могу сказать, что, на самом деле, вы же знаете, телевидение – это такой коллективный труд. Вот я могу сказать, что в нашей команде удалось зажечь очень много звездочек. Вот Леша Шахматов, который был просто диджеем на радио, да, обычным рядовым. На сегодняшний день он уже звезда такого экстракласса, наверное. Ну, видимо, Алексей Шахматов ваш фаворит, потому что он занимает очень много эфира КТК. Потому что Алексей Шахматов ведет сразу несколько программ на КТК. Ну, я не могу сказать, фаворитов у меня много, и фавориток тоже, будем так говорить. Я их не разделяю, потому что есть люди, которым по плечу, потому что тут нужна не только какая-то харизматичность или геничность, еще и бешеная работоспособность. Вот все эти качества, к счастью, вот в том же Леша Шахматов или в Артуре Платоново, они присутствуют. Вы наверняка слышали такой анекдот. Бабушка звонит из деревни на КТК и говорит, здравствуйте, у меня хорошая новость, нам построили мост, приезжайте к нам в деревню. На что ей отвечают, когда ваш мост сгорит, мы приедем. Почему у КТК сложился такой имидж, да, что КТК это обязательно криминал, это развлечение, да, то есть это и развлекательный канал, но в то же время, если это новости, то это очень какие-то жуткие новости. Ну, я не думаю, что мы как-то умышленно сгущаем краски или наоборот пытаемся одеть розовые очки. Наш принцип отображать действительность такой, какая она есть. Ну, к сожалению, вы сами прекрасно знаете, что действительность у нас оставляет желать лучшего, поэтому, наверное, у нас превалируют новости такие, будем так говорить, грустноватые, да. Ну, хотя мы никогда не отказываемся от того, чтобы показать какие-то жизнеутверждающие вещи, там, о каких-то примерах человеческого подвига и так далее. Ну, наверняка все равно вот в вашем контенте есть и идеологическое, да, где-то культурное, патриотическое содержание. Ну, на самом деле, я думаю, что средства массовой информации, конечно же, у нас называют там четвертой властью, идеологическим оружием. С этим можно согласиться, но я все-таки воспринимаю это как один из действенных инструментов демократического светского общества. Да, вот мы говорим, что нам надо бороться с коррупцией, там, или еще что-то с какими-то негативными явлениями. Все это невозможно, если не будет более-менее свободных средств массовой информации, которые будут все это показывать, рассказывать без утайки. Возвращаясь к вашей биографии, я увидела, что вы, то есть вы выходите из новостей, да, то есть вы начинали с новостей. Я знаю, что вы работали в Кахчетаве, и я слышала, что вы были очень скандальным журналистом. Это правда? Сам я себя скандалистом никогда не считал, но... Но вы там, вы были всегда там, где что-то горячее. Да, в 95-м, в 96-м году я возглавлял независимый телеканал «Ужетпес», который закрылся после всех этих первых тендеров, которые правительство объявляло в те годы. И на самом деле, когда город разморозился, мы, наверное, были единственным средством массовой информации, который в режиме, наверное, прямого эфира все это показывал на телеканале «Хабар», тогда еще, который только начинал делать свои первые шаги, на российском телевидении, на ОРТ. Конечно, было много шума, это не нравилось. Акимом того времени, и, конечно же... Роман Третьянович, получается, это ваш характер, потому что вы продолжаете делать это и сегодня? Да, я, знаете, думаю, что мне повезло. Я как бы... У меня такое обостренное чувство справедливости, и я думаю, что я... И вам все время хочется что-то такое? Да, да, восстанавливать справедливость. Помните, у Мюнхгаузена там воспорядки было написано, там, на завтра, да, там, 32 мая, с утра подвиг, там, после обеда разоблачение. Мне кажется, в последнее время, ну, может быть, даже ближе к году или полгода, наверное, больше полгода, чувствуется, что вот этот накал, о котором вы говорите, вот это острое такое направление, оно немного сбавляется, снижается, и как-то подача информации все-таки как-то становится мягче и добрее, что ли. Вот я не ошибаюсь? Нет, не ошибаюсь, у меня вообще требование такое, вот, если у нас есть новости, то по контенту они должны быть так, вот, 30% должны быть новостей жизнеутверждающих, 30% нейтральных, ну, а остальное может быть с каким-то элементом, там, связанным с какими-то криминалами, там, я не знаю, ну, вы же видите, какая жизнь, да, вот, вырезали погранную заставу, мы же не сможем об этом промолчать, или как можно об этом, там, с улыбкой, на устах рассказывать, да, поэтому мы стараемся освещать. Когда ты хочешь знать правду, или когда ты хочешь, может быть, там, прочитать между строк, да, то есть, как правило, все ищут КТК и покупают оппозиционную прессу, потому что там, если даже ты всю правду не узнаешь, ну, ты хотя бы что-то для себя поймешь, да. Вот мне интересно, кстати, вы сами затронули эту тему, насчет погранзастава, да, то есть, ваше мнение, вот, как вы думаете, еще суда не было, да, ну, вы думаете, что Чилах виновен или нет? Ну, вы знаете, как человек, если брать мою личную человеческую точку зрения, да, тем более, как человек, который когда-то учился в военном училище и был военным, носил погоны, мне с трудом верится, что можно вывести человека из такого состояния, 19-летнего юношу, да, который толком и автомат в руке держать не умеет, чтобы он смог хладнокровно всех перестрелять, потом их уложить, все это сжечь. Арман Атолий Евгеньевич, а как же, будучи пограничником, он может автомат держать? Ну, тем более, да, погранвойска, тем более, всегда, еще с советских времен, были элитой вообще, в которые не попал, не попадал никто там, если даже у него в седьмом колене кто-то сидел там где-то за конократство, то он не мог попасть, да, то есть, поэтому мне на самом деле с трудом верится. То есть, как человек вы не верите? Да, как человек, но как профессионал, как журналист, я обязан, и как гражданин нашего государства, я обязан верить официальным лицам, которые на самом деле говорят вещи, в которые тоже веришь. Мы не можем брать на себя, и средства массовой информации вообще не может брать на себя обязанности там Господа Бога, и как-то там решать, и утверждать там какую-то свою точку зрения, и утверждать, что она единственное правильное. Поэтому здесь мы как бы показываем генеральную прокуратуру, показываем этих офицеров, а выводы должен делать зритель сам. А как часто внутри вас возникают такие противоречия? Я руководствуюсь только с журналистской этикой, будем так говорить, да, потому что можно выдать материал, после которого там кто-нибудь из его героев может наложить на себя руки, да, бывают такие ситуации. Поэтому мы стараемся, конечно же, показывать, но не до такой степени, чтобы это могло повлечь за собой какие-то необратимые последствия. Как вы думаете, главный долг журналиста в чем заключается? Честно и справедливо рассказывать о том, что происходит в обществе, и оперативно. А если вот у вас появляется какая-то информация, которая еще закрыта, недоступна и секретна, да, но при этом вы понимаете, что нужно предупредить казахстанцев, как вы поступите? Мы об этом сразу же расскажем. У нас достаточно часто бывает. Я думаю, что вообще это правило номер один. И потому, наверное, у наших новостей и рейтинги такие высокие, что мы отличаемся своей мобильностью, оперативностью и многие вещи выдаем раньше наших коллег. Наверняка бывают случаи, когда вам звонят и просят не выдавать что-то, не показывать что-то. Ну, с этим достаточно просто бороться, потому что если мы выдаем какой-то сюжет, который не нравится кому-то, чем мы, то мы всегда даем возможность высказаться и высказать в эфире иную точку зрения. И желательно, конечно, в том же материале, который идет в этот же день. Поэтому здесь как бы особо противоречие. Но можно позвонить к вам и сказать, Арман Тульгенович, вот мы с вами дружим, вот сегодня сняли какой-то плохой сюжет про нашу компанию, а может, друзья, можно не выдавать эфир? Нет, таких вариантов у нас не проходит. Ребята, друзья мои давно знают, они не смешивают нашу дружбу и наши какие-то профессиональные взаимоотношения. Арман Тульгенович, вот быть директором телеканала КТК, это же нужно быть настолько смелым, и это небезопасно, сколько было случаев, когда на ваших журналистов набрасывались, да, и сколько было пострадавших. Вот вам не страшно работать? Да нет, а почему должно быть страшно, если это за правду, то тебе никогда не страшно. И за правду и не обидно пострадать, и получить по шее. А были угрозы? Ну, угрозы были, наверное, в те времена, когда я еще с микрофоном сам бегал в руках, да, были там разного рода и угрозы, и звонки, и все прочее. И потасовки были не по-детски такие серьезные. Ну, а сейчас, наверное, все-таки я уже не в том возрасте и не в той весовой категории, чтобы кто-то мог мне как-то там угрожать физической расправой. Вот КТК – это частный телеканал, и мне интересно, кто вас финансирует. То есть вы сами зарабатываете? Нас никто не финансирует. Я думаю, что на самом деле мы один из немногих телеканалов, которые не только финансируют сам себя, но и генерируют достаточно существенную прибыль. Благодаря чему мы и развиваемся. Несмотря на то, что КТК – частный независимый телеканал, вы достаточно часто бываете в Истане, и я знаю, что вы часто бываете в администрации президента. Вот вы там не случайно бываете? Нет, я думаю, что абсолютно не случайно я там бываю. На самом деле инициатива, я думаю, в 90% исходит лично от меня, потому что нам требуется поддержка в реализации наших проектов. Вот Оксана сейчас говорила об идеологических делах. Я считаю, что очень много на самом деле у нас проектов, которые завязаны на идеологии. Вот у нас есть премия «Народный герой», которую мы учредили три года назад, и ежегодно мы вручаем на наурыз людям, которые совершили человеческий подвиг. Кто-то там ребенка из воды вытащил, кто-то ценой своей жизни спас других людей и так далее. Таких людей на самом деле у нас очень много. В этом году, чтобы отобрать 10 номинантов, нам пришлось, конечно, очень сильно потрудиться. И вот такие проекты странного масштаба требуют поддержки не только общественности, но и государственных органов. Но порой бывает, что просите поддержки именно у тех людей, которые были в сюжете у Артура Платонова, и которого в пух и прах просто всю репутацию ему испортили. Но при этом вы тут же приходите к этим же самым людям. То есть они не просят вас потом, помогая вам, чтобы и вы их поддержали в какой-то момент? Может быть, это ваше оружие такое, тактика? Мы шантажом не занимаемся, слава богу. Ну и я думаю, что в администрации президента нет людей, которые были предметом нашей критики. На самом деле там работают весьма достойные люди. Нет, ну не в администрации, но вы же встречаетесь в коридорах, в кулуарах, тех же самых министров, которых вы ругаете. Нет, ну я думаю, что и у министров хватает и уровня интеллекта, ну и вообще как бы есть понятие, да, такое. Есть такая казахская пословица, Оксана ее хорошо знает. Душпанкльдрувайтад, 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 сандукстан. Я думаю, что люди с пониманием относятся к этой критике, потому что вы знаете, да, вот предположим, в нашей стране десятки тысяч школ. И, конечно же, у нас факты того, что там кто-то взял взятку из директоров школ, там, или учитель, там, избил кого-то, это достаточно частное явление. Но Бахчан Турсун, Жумагов, у нас с ним достаточно хорошее отношение. Это они не страдают, будем так говорить. Потому что мы же знаем, что мы все казахстанцы, да, что у нас есть какие-то особенные человеческие отношения. Мы все друг друга практически знаем, да, если там самое активное число людей, алматинцев, астанинцев, то есть все друг друга знают. И всегда есть звонок к другу, да? Да, конечно. Нет, я могу сказать, я тоже такой же человек обычный, со всякими слабостями. А какие у вас слабости? Со смелостями. Ну, я не знаю, слабости, наверное, многие у меня. Вспыльчивый я очень, кстати. Да? А вы жесткий руководитель? Я могу и в демократию поиграть, а когда надо, все-таки мое военное прошлое сказывается, могу, как бы, голос повысить. Но, к счастью, у нас такая команда, которая практически работает без боев. Арман Тулиганович, вот вас как профессионала, журналиста, есть какие-то моменты вот сейчас в стране, которые вас сильно беспокоят, которые, может быть, вы хотите в будущем освещать более чаще, более чаще показывать? Конечно же, есть. Я на самом деле, меня удручает то, что даже у рядовых журналистов, которые год-два работают где-то на телеке, не обязательно на нашем канале, наверное, я могу сказать, к счастью, наверное, к нам это не относится. Но я знаю, что уже сейчас уровень такой самоцензуры, они почему-то уже знают, что, ага, вот эту тему вообще не стоит снимать, на эту пресс-конференцию вообще не стоит ходить, потому что этого не будет в эфире. Я считаю, что, конечно, мы сами журналисты отчасти виноваты в том, что, как бы, наша былая слава, наша былая сила, да, она растрачена. На самом деле, раньше, я помню времена, когда я только начинал работать в этой сфере, одна небольшая заметка с критическим каким-то замечанием становилась поводом для разбирательства на уровне районного, райкома или областного. И, как бы, журналисты очень здорово влияли. А какую свободу вы даете своим журналистам? То есть у вас же проходят планерки, то есть на каждом телеканале есть негласный черный список людей, которых не трогать, то есть или там лучше не трогать, а эту тему лучше осветить так. То есть, допустим, даже ваши ребята, которые работают в Астане, я их уважаю, да, они работают, допустим, слава, он всегда делает очень интересно, он замечает то, что не замечают другие, может быть, журналисты, но при этом он никогда не ругает тех, кого не надо ругать. То есть это ваша политика, вы собираетесь говорить, так, ребята, мы работаем вот так. Да нет, абсолютно не так. Какую свободу вы даете? Мы даем свободу практически неограниченную, ничем, кроме рамок здравого смысла, будем так говорить, да, потому что на самом деле есть законы, законодательства, да, которые ограничивают нас от какой-то необоснованной критики. Потому что на самом деле это оружие, которым можно распорядиться так, что человек невиновный может предстать совершенно в другом образе, да, поэтому, конечно же, здесь мы делаем все для того, чтобы у нас не было какой-то критики, из-за которой мы сами будем краснеть завтра. Поэтому я могу сказать, у нас цензура существует на уровне юридическом, то есть когда юрист смотрит на тексты с позиции судебной, там, какой-то перспективы. Каждый текст смотрит, да, юрист? Ну, не каждый текст. Какие спорные, да? Да, спорные тексты, конечно же, да. Вот в этом плане, наверное, есть у нас какие-то. А часто бывают жалобы или обращения, когда говорят, вы неправильно показали, неправильно сказали, я не согласен. Я думаю, что каждый день. Вы знаете, да, ежедневно, и наоборот, когда мне звонит какой-нибудь заместитель Акима какой-нибудь области и начинает с пеной ругать моего Сапкора, для меня это наивысшая похвала. Вот мне интересно, вот ваше мнение, как вы думаете, когда у нас на казахстанском телевидении появится настоящая свобода слова? Настоящая свобода слова? Это возможно? Свобода слова и злоупотребление, свобода и слово, это две такие равновеликие субстанции, что здесь как бы надо найти золотую середину. Потому что мы знаем прекрасно, как ее могут распоряжаться люди, которые хотят внести серьезный раскол, назвать белое черным, черное белым. Поэтому я думаю, что, конечно, свобода слова, она необходима, но до сих пор у нас очень много прорехов в законодательстве. Которую нужно убирать. Меня до сих пор удивляет, предположим, почему, если какой-то субъект хозяйствующий подает иск о возмещении морального вреда или материального на другой хозяйственный субъект, он должен 10% от этой суммы иска заплатить в качестве госпошлины. А любой какой-нибудь чиновник может подать в суд на СМИ, требовать миллиарды, и при этом он никаких 10% от желаемой им вожделенной суммы не платит. То есть, если ты хочешь, дорогой, заработать 10 миллионов долларов, то будь добр, 1 миллион отнеси в казну, заплати. Тогда можно будет продолжать судебное разбирательство. На вас часто подают в суд на КТК? На нас часто продают, и в честь наших юристов я могу сказать, что мы не проиграли, и мы не проиграем, я так думаю. Арман Тулегенович, вот касательно проекта «Наша Казаша», вот я много слышала отзывов от телезрителей, что этот проект многим на самом деле не нравится, особенно казахам. Потому что существовала какая-то определенная обида в том, что все, что там показывают, на самом деле казахская культура не такая, и казахи так не делают. Вот ваше мнение? Ну, на самом деле, да, люди воспринимают слишком... Потому что, в принципе, я тоже так считаю. Я понимаю, Оксана, на самом деле я очень уважительно отношусь к Оксане и к ее мнению. Тем более знаю, что она, наверное, знает государственный язык. Ну, если не лучше, то не хуже меня, наверное, и любого статистического казаха. Поэтому я считаю, что это юмористический проект, поэтому надо к нему относиться и с юмором, в том числе вот уроки шалахазахского языка мы делали именно для тех шалахазахов, которые должны были себя увидеть. А мне как раз вот именно этот момент всегда нравился. Ну, вот видите, да. Потому что я самому представитель шалахазахов. Поучительные моменты, да. Поэтому это как бы, ну, сколько людей, столько мнений. Я думаю, что мы работаем же не только под определенного там Ахметова-Берека. Есть еще там какой-нибудь Искаков-Серик и так далее, и так далее. Иван Сергеевич. Арман Анатольевич, ну, я представляю, какой поток информации каждый раз, да, на вас рушится там. Люди приходят и говорят, что вот это не так, это так. То есть вашу работу комментируют. Вы прислушиваетесь вообще? Вас интересует общественное мнение и то, что люди говорят, думают о вашей работе? Ну, конечно же, да. Нам очень интересно, потому что мы занимаемся замерами. Вот у нас как бы, если вы заметили, у нас, наверное, самый посещаемый сайт среди телеканалов Казахстана, на котором у нас на форуме идут очень серьезные такие баталии и идеологические, и юмористические, будем так говорить. Мы все это отслеживаем, делаем, конечно, определенные выводы. Мы очень внятно воспринимаем критику, пытаемся меняться. Я думаю, что у нас это получается. Иначе бы нас не смотрели. Иначе бы, наверное, у нас не было бы таких высоких рейтингов. В одном из ваших интервью в прессе вы рассказывали о кино. И вот в этой связи хотелось бы спросить. В последние пять лет в Казахстане сделан большой шаг вообще в развитии казахстанского кино. Вот как вы оцениваете отечественный продукт и показываете ли на своем канале? Ну, конечно, показываем. И даже производите, да? Мы производим, я могу сказать, буквально две недели назад мы совместно с российской, петербургской кинокомпанией «Интракоммуникейшнс», украинской кинокомпанией «Фильм-Вей», телеканалом «Казахстан» и телеканалом ОРТ «Евразия» начали съемки четырехсерийного киносериала «Касым Кайсенов» про нашего прославленного партизана, который партизанил в Восточной Украине, в Белоруссии. Очень легендарный человек. И мне очень приятно, потому что россияне и украинцы входят в этот проект деньгами. В сериал, в котором главным героем является наш земляк прославленный. Это ваш совместный проект? Казахфильм к нему не имеет отношения? Казахфильм не имеет отношения. Ну, я могу сказать, что и с Казахфильмом мы тоже сотрудничаем. Вот Айша сериал, который... Ну, вам лично интересно снимать кино? Нет, я думаю, что другого выхода нету просто, потому что нам надо развиваться. И я думаю, что из частных каналов, вообще наш телеканал, имеет самую большую долю собственного производства. Вот что касается «Портрета недели», почему Артур Платонов ушел с этой программы? Ну, я думаю, что и у металла бывает такая усталость, да, металла есть такой термин, да. А чего это было решение? Ну, это было его личное решение, потому что 11 лет, вы представьте, что человек работает абсолютно без выходных. Потому что суббота, воскресенье – это именно те дни, когда производится эта программа. У Артура семья, дети. Ну, и вообще 11 лет вести одну и ту же программу, наверное, наскучивает, я так думаю. Поэтому, как бы... Потому что когда он исчез с экрана, да, то есть он же какое-то время готовил новый проект, у людей было очень много разных домыслов, да, то есть все размышляли, почему же он ушел. Скорее всего, думали, что он там доигрался. Ну, я могу сказать, это был один из наших тоже пиар-ходов для того, чтобы привлечь внимание аудитории к новому проекту. Потому что теперь он ведет программу «Слуги народа», которая выходит вслед за портретом недели. И я могу сказать, что рейтинги в этой программе зачастую превышают рейтинги его же самого же, которые были в портрете недели. На сегодняшний день, как бы, журналисты не могут похвастаться высокой зарплатой, да? Если наверняка зарплату ваших журналистов нельзя сравнить с зарплатой журналистов, которые работают на государственных СМИ. Нет, я, кстати, слышала, что на КТК зарабатывают небольшие деньги. Ну, это все зависит от того, что называть большими, что называть небольшими. Но в среднем казахстанские журналисты зарабатывают тысячи долларов. Ну, если в долларах говорить, в среднем. Но я слышала, что на КТК зарабатывают не больше двухсот тысяч тенге. Ну, я думаю, это заблуждение на самом деле. Я думаю, что наши журналисты имеют достаточную заработную плату. Потом я могу сказать, что все они у нас застрахованы от каких-то, не дай бог, несчастных случаев. Вот, помимо этого, они у нас очень часто и очень по многу катаются не только по Казахстану, но и по всему земному шару. И имеют, я думаю, очень много привилегий. Ну, и вообще, я сам считаю, что на самом деле олигархом или миллионером невозможно стать, будучи журналистом. То есть в журналистику приходят люди осознанно. Это такой наркотик, без которого не обойдешься. Здесь даже получаешь больше, наверное, моральное удовлетворение, нежели материальное. Потому что на самом деле, когда ты совершишь там мини-подвиг какой-то, восстановишь справедливость где-то в каком-то селе, я не знаю, в каком-то районе, где-то встанешь на защиту каких-то людей, которые были кем-то обижены. Я думаю, вот это вот, это счастье, которое невозможно измерить никакими там тысячами в гонорарах. А стать богатым, стать миллионером, имея СМИ в Казахстане, можно? Ну, я думаю, что с трудом на самом деле. Потому что, скорее, все, к сожалению, упирается в возраст нашего рынка. Вот мы сейчас про кино говорили, вот если сравнивать ситуацию в России и в Казахстане, то у нас, к сожалению, человеческий капитал меньше раз в 10. Наш рынок меньше, уже российского раз в 20. Да, если, предположим, россияне могут вполне в какой-нибудь добротный фильм вложить 7-8 миллионов долларов, и потом через кинотеатры собрать в 2 раза больше, то в Казахстане, к сожалению, ну, наверное, вот замечательный режиссер Ахан Сатаев 2 миллиона долларов собрал. И то, как бы, при бюджете в 12 миллионов долларов, он, я думаю, окупаться будет еще лет 10, как минимум. Учитывая продажи за рубеж и так далее, и так далее. То есть у нас невыгодно производить что-то в силу того, что у нас зрительская аудитория уже и рекламный рынок уже. Но у нас выгодно, получается, производить на государственные деньги, если это государство. Да, я считаю, что на самом деле, вот я уже, наверное, третий или четвертый год говорю о том, что, предположим, если у нас любому фермеру в ауле за каждый литр молока, за каждый гектар дают государство дотацию, как отечественному товаропроизводителю, то почему-то отечественные средства массовой информации никто не воспринимает как отечественного товаропроизводителя. И у нас именно должен быть такой же подход, должно быть государственно-частное партнерство. Потому что вот мы говорили, опять же, об идеологии, да, сериальный проект «Косым Косинов», это там есть и глубочайшая идеология, и патриотизм, и объединение межнациональное, ну, все что угодно. Да, это именно такие проекты, в которые государство обязано вкладывать деньги. Но, к сожалению, этого не происходит. Я очень рад, что вот, как бы, наш новый министр на сегодняшний день вот именно вот этой темой государственного, частного партнерства, очень озабочен и, как бы, уже делает первые шаги. Я надеюсь, что вот, если не этот, то следующий год станет таким переломным. И у нас в эфире и у вас на телеканале «Астана» будет больше казахстанских сериалов, нежели российских. Арман Тургенович, у вас есть политические амбиции? Политических амбиций у меня нет абсолютно. Вы видите себя в политике? А я уже в политике. Я возглавляю телеканал, который, наверное, тоже нельзя назвать чисто каким-то бизнес-ориентированным каналом. То есть, любой выпуск наших новостей – это уже, наверное, определенная политика. Ну, вы себя видите в правительстве? В правительстве? В Можелисе? Нет, пока я не вижу. В парламенте? Я вижу себя на сегодняшний день таким ремесленником. А если будут предложения? Ну, были предложения, пока отказываюсь. А были предложения куда? Ну, разные были предложения, на самом деле. А почему отказываетесь? Вы же уже работали в администрации президента, то есть вы знаете, вы знакомы, да? Да, я знаком, я понял, что это не мое, на самом деле, потому что я человек, который привык что-то производить, что-то делать, а сидя в каком-то начальственном кабинете, кроме перекладывания бумаг, к сожалению, ничем не занимаешься. То есть, там мало креатива, а здесь можно какие-то идеи воплощать в жизнь. Вот я, например, благодаря этой работе, считаю, что воплотил достаточно серьезный проект. Вот в прошлом году мы провели соревнования по нашей национальной борьбе, когда станут крест. Да, я слышала. От Казахбарса, да. То есть, мы провели грандиозный турнир, вот в этом году тоже будем проводить, который никогда не имел аналога. В этом году у нас призовой фонд порядка 70 миллионов. Кстати, откуда вы берете такие деньги? В прошлом году, по-моему, ваш победитель 150 тысяч долларов. 180, да? 150 тысяч, да. И 50 тысяч отдельно тренер получил. В этом году, слава богу, у нас еще и Астана Моторс поддержал. Помимо денежного приза еще победитель получит автомобиль С-класса стоимостью 120 тысяч долларов. Можно участвовать? Да, кстати говоря, мы планируем через год-два, чтобы не только мужчины выясняли отношения между собой на мусорском кабине. Я подготовлю, тебе будет время. Роман Телегенович, ну вот я слышала о том, что «Хазахша Курес» – это больше ваш имиджевый проект. Что вот таким образом вы себя позиционируете, что вы не только медиа-менеджер успешный, но и человек, который переживает за отечественный спорт. Почему именно «Хазахша Курес»? Не только «Хазахша Курес», я считаю, что… Ну, «Хазахша Курес», потому что, на самом деле, я считаю, что это проект, который позволяет нам весьма органично вернуться в прошлое, да, вытащить из нашего прошлого. А в нашем прошлом очень много хорошего было, понимаете. Вот ханы издревле в перерывах между, там, войной с джумьярами, там, и набегами, барын-тое, они еще проводили турниры, где батыры, вот, состязались в нашей борьбе, и победителю давали слиток золота, величиной с копыта жребца, тают яхты, да, весом 777 грамм золота. И это были по тем временам такие деньги, которые позволяли этому батыру и его роду, и его аулу безбедно существовать в течение, там, ближайших 10-20 лет. То есть тогда уже профессия борца, борьба – это была профессия. И вот сейчас я хочу сделать так, чтобы наша борьба имела такой же вес и влияние в обществе, как сумо в Японии. А до этого кто занимался «Хазахша Курес» до вас? Нет, они этим занимаются и спортивные чиновники, и общественные федерации. Вам предложили или вы сами решили? Нет, это моя идея, которую я воплощаю в жизни, я хочу ее сделать такой лет через 5. Это ежегодный проект, да? Да, бизнес-индустрия будет, я думаю. Такая же, как сумо, кстати говоря, у нее будет такой уже есть энергетический эффект. Я думаю, что в этом году уже приедут к нам посмотреть на финал, который в велотреке будут, туристы из Германии. Когда это будет? 22 сентября. 22 сентября, да? Посмотреть на брутальных казахов. Вот вы знаете, мы знаем все, вот улицы у нас есть на Урсбаях, Абанбая, Батыра, да? Мы знаем, что были такие блинные богатыри, но, к сожалению, мы даже не знаем, как они выглядели. Не, ну почему же, я видела на картинках. Ну, это же нарисовано, это были такие, да, обобщенные собирательные образы, да? А сейчас, когда выходят на помост, ребята наши такие маленькие, да, в кавычках, которые там ростом по 2 метра и весом в 130-140 килограмм, вот примерно так же выглядели наши батыры, которые защищали независимость нашей страны. Многие телезрители всегда говорят, что наше телевидение ничего особо нового придумать не может, все у нас копируется с российских телеканалов, но взять даже и программу «Давай поженимся». Вот насколько вы с этим согласны? Я с этим не согласен абсолютно. Нормандр Евгеньевич, объясните, что это франшиза, потому что нас действительно часто меняют. На самом деле, понимаете, так можно договориться до того, что у вас тоже вот iPhone, да? Ну а почему у нас не iPhone какой-нибудь, хазах, да, если вот так вот, это квасной патриотизм называется, понимаете? Ну потому что у нас не делают, а вы же можете сделать свою программу «Давай поженимся». Нас снимают шикарные японские камеры, понимаете, да? К сожалению, нету казахских, да? То есть это к любой вещи относится, вот я когда, когда мне такие умные люди, там депутаты, начинают говорить, вот почему, вы не могли свое придумать? Я говорю, а зачем тогда ты носишь костюм Брионе? Для чего? Потому что у нас не делают костюм, не шинут. Ну вот видите, да, почему? Но вы же можете сделать свою программу на казахском языке, хорошую? На казахском языке вот у нас есть Жюрек Жарда, Мсалга, программа, шикарнейшая программа, я думаю, это будет золотой фунт. То есть на казахском языке, ну вот на седьмом канале выходит дешевая пародия на «Давай поженимся». Вот вы видите, какая она, ее невозможно смотреть, понимаете, да? А мы, покупая франшизу, мы покупаем технологию производства. Мы покупаем, это все равно что... А когда вы поняли, что лучше покупать по франшизе? Когда вы поняли? Давно мы поняли, понимаете? Потому что никто же не возражает, что, например, в Кустанай собираются корейские внедорожники Саньонг, да? То есть их покупают или там в Усть-Каменогорске собирают Нивы или Шкоды, да? Ну это примерно то же самое. Весь мир этим занимается. Я не вижу в этом ничего предосудительного на самом деле. Но другое дело, что, я опять же повторюсь, что вот в топе 10 казахстанском у нас стоят программы собственного производства, оригинальные. Тот же портрет недели. А я считаю, что информационные программы – это скелет, это самое главное для любого телеканала, понимаете? Поэтому я считаю, что и мы именно информационным нашим моногротическим программам уделяем самое серьезное внимание. Арман Тулегенович, вот хотелось бы поинтересоваться кадровой политикой вашего канала. Вы как руководитель можете сказать, насколько для вас этот вопрос важен? Потому что на многих телеканалах мы наблюдаем и знаем, что существует большой такой вот поток журналистов. Приходят, уходят, приходят, уходят, что-то устраивают, что-то не устраивают. Да, я могу сказать, что у нас практически нету текучести кадров. Практически нет. Почему? Ну, потому что я думаю... Как вам удается удержать журналистов? Это ведь нелегко на самом деле? Чем вы их привлекаете? Ну, нелегко. Вот сегодня 28 июня, да, послезавтра мы уже в пятый раз собираемся всем коллективом, в том числе прилетают все наши сапкоры, и мы проводим огромный большой корпоратив, наверное, на самом лучшем... И будет, как сказать, Хара-Жорган, я видела. Да, в горнолыжном курорте Акбулак. И как бы вот именно день журналистики мы даже проводим круче, чем Новый год, чем Наур-Эс. Считаем мы это таким самым главным праздником в жизни нашего канала, и очень большая тусовка. Мне интересно, кого из нынешних ваших коллег, да, медиа-менеджеров вы уважаете? Ну, я всех уважаю. Вам же хочется конкурировать с сильными телеканалами, правильно? Нет, я могу сказать, на самом деле сейчас нету телеканалов, где не было бы сильного менеджмента. Да, вот Лизат Муратов, например, гендиректор телеканала «Астана», это человек, которого я очень уважаю. Еще с тех времен, когда она была просто моим коллегой, да, и вела новости. Вот, и так можно сказать обо всех руководителях каналов. Я могу сказать, что на сегодняшний день мне или моей команде почивать на лаврах, что вот мы на первом месте, у нас самые большие рейтинги, абсолютно не удается. Нам приходится ежедневно, еженедельно видоизменяться, меняться для того, чтобы эту пальму первенства удерживать. И это говорит о том, что профессионализм, в том числе и менеджеров телевизионных, за последние там несколько лет очень серьезно вырос. А какие телеканалы вы смотрите? Я очень люблю телеканал «Дискавери» и очень люблю телеканал «Охота и рыбалка». Потому что, к сожалению, в будничной жизни у меня практически не осталось времени для того, чтобы посидеть с удочкой у озера или съездить куда-нибудь на утреннюю зорьку. Но при этом у вас четверо детей. Да. И вы занимаетесь их воспитанием. Удается? Ну, удается. Я вот на самом деле до сих пор себя виню за то, что у меня старшие дети достаточно взрослые. Вот сыну 20 лет старшему, среднему 16. Даже не заметил, как они выросли, потому что, наверное, был очень озабочен там своей карьерой. И, наверное, не смог дать всего того, что должен отец давать. Но в то же время, как бы, я и горжусь ими. Ну, Боженька подарил еще двоих детей. Вот у меня доча маленькая и сыночек. Вот им, как бы, я стараюсь вот эти пробелы, которые были в начале моей семейной жизни, восполнить. В последнее время наблюдается, что многие, особенно молодежь, она стремится поступать в журфак, потому что считает, что журналистам прежде всего это быть престижно, выгодно. Ты имеешь доступ, допустим, к большим руководителям в государственных органах. Модно работать на телевидении, вести программы, вести новости и так далее. Но это ведь большая ответственность. Ну, согласен, конечно же, нарциссов хватало всегда, и сейчас хватает людей, которые хотят выйти в эфир. Все обязательно хотят быть ведущими новостей. Я всегда улыбаюсь, потому что последние пять лет у нас не поменялся ни один ведущий теленовостей. Все как работали. Люди даже если хотят уйти с удовольствием, вы, наверное, просто не позволите это сделать. Да, конечно, мы стараемся мотивировать, как можем. Каждый из них, конечно, достоин особо упоминания. Взять хотя бы ту же Ослу Бегтимбаеву, которая уже 17 лет ведет спортивные новости на КТК. То есть я думаю, что и до меня она вела, и после меня она будет вести. И таких людей много. А вы сами, вы же новостейщик, вы человек, который, вы говорите, работал в кадре, да, с микрофоном. Но даже будучи медиа-менеджером, будучи директором канала, неужели у вас никогда не просыпаются чувства, вы не хотите сами в эфир? Да нет, честно говоря, наверное. Ни разу не было такого? Нет, ни разу не было, потому что, наверное, времена уже прошли. На вашу программу я с удовольствием пришел в качестве гостя. Наверное, что я хотел доказать себе, будучи журналистом полевым, я уже давно доказал. И расследованиями всякими занимался. Надо как-то переходить, наверное, на какие-то новые этапы в жизни. Роман Георгиевич, мне вот интересно, вы считаете себя счастливым человеком? Наверное, да. Больше да, чем нет, наверное. То есть вы имеете все, что вы хотели иметь? Да нет, наверное, все иметь – это не самоцель. Ну и, наверное, это было бы скучно. Но, по крайней мере, я благодарю Бога за то, что Он мне дал столько детей, дал мне моих сестренок, дал мне такую интересную работу. Поэтому я считаю, что... А сколько вам лет? Мне 42 года. Ну вы же очень молодой. То есть для мужчины это вообще начало жизни. Вы видите себя только на телевидении? Да нет, честно говоря, я делал очень много попыток завязать с телевидением, потому что хотелось попробовать себя в других ипостасях. Ну, пока это не удается. Но я надеюсь, что удастся рано или поздно. А почему не удается, как вы считаете? Взять и оставить? Ну, для меня... Ваши коллеги – журналисты, которые не пускают. Вы их не пускаете, они вас. Понимаете, да, когда на работе проводишь время там, по крайней мере, вот как Гульнара Мстахимовна нас приучила работать с 10 утра до 10 вечера, пока не закончатся новости, да? И к этому привыкаешь и понимаешь, что те люди, которые тебя окружают, 20 часов в сутки – это уже твоя вторая семья. Ты к ним привыкаешь, ты без них уже не можешь. Тем более, что у вас там по 17 лет работают. Да, да. Уже все друг о друге знаете. Все друг о друге знаем, все знаем, и слабости, и сильные стороны. Арман Дорогенович, как вы думаете, когда вы уйдете, да, ну, наверняка это когда-то произойдет с КТК, да, рейтинги телеканала упадут? Да нет, я не думаю, что это, на самом деле, это не заслуга одного отдельно взятого человека, да? Вот нашу программу сегодня снимают как минимум 10-15 человек, да, и будут работать еще над монтажом, еще больше, наверное, да? Вот. На самом деле, я убежден, знаете, в чем? В том, что характер человека, определенного, да, его какие-то личные качества, да, какие-то слабости или эти, они обязательно проявляются в сетке вещей, они любого канала. Вот в этом я убедился, как бы. То есть, глядя, открыв программу и увидев все, что сегодня стоит на телеканале КТК, то есть можно понять, прочитать ваш характер. Вы увидите, да, такое безобразное лицо у господина Шуаева. Ну, сегодня, я думаю, наши зрители, конечно, удивлены, что на телеканале Астана у нас директор телеканала КТК. И я думаю, что многим было интересно увидеть вас, потому что все смотрят КТК, но никто не знает, кто за всем этим стоит. А за всем этим стоит Арман Шураев. Вы смотрели программу «Статус-кво». Смотрите нас каждый четверг на телеканале Астана в 23.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...